значит давайте я скажу немножко еще про рисование всяких картинок смотрите значит на самом деле вар есть разные способы рисовать картинки есть грубо говоря две основные две основные подсистемы которые это делают либо можно пользоваться тем что называется base or это то что у вас есть вообще без но без установки дополнительных пакет можно пользоваться библиотеками и сам популярный библиотек этот джиплоут мы про нее наверное еще поговорим чуть чуть попозже пока что как я понимаю вам нужен либо base or либо какие-то специфические финансовые штуки но про финансовые штуки я честно говоря ничего не знаю а про базу вар что-то вам смогу рассказать ну смотрите давайте нарисуем какой-нибудь график давайте например нарисуем параболу скажем я начну с того что сделаем переменную x которая просто содержит числа последовательные ну допустим вот так я сделаю значит у меня сейчас в все просто числа от минус пяти до пяти с шагом 0 1 и теперь можно например нарисовать какую-нибудь картинку скажем вот такую функция плод это что который в принципе умеет рисовать разные вещи но в частности ее можно использовать чтобы рисовать какие-то простые графики но в данном случае я просто нарисовал график параболы то есть что здесь произошло я передаю функции плод 2 аргумента первый аргумент это иксовые координаты точек а второй к второй аргумент это игрековые координаты точек и но понятно что поскольку у меня арифметические операции происходит по элементам то в результате у меня получаются именно те точки которые лежат на графике на понятно как вот такая вот конструкция работает вот но сейчас я соответственно каждую каждую точку нарисовал здесь видно что такой маленький кружочек появляется в принципе можно это делать по-разному есть разное сейчас как тут это делается так это не так посмотрим вот можно например сделать вот так значит это я теперь рисуя не точки а линии могу нарисовать и то и другое что это не похоже чтобы это было это и другое ну а скорее всего будет интересовать в первую очередь вот такие вот картинки когда рисуется именно линия вот ну вот этот способ способ как это можно сделать на теперь давайте представим себе что я хочу на этой же самой картинке нарисовать два графика одновременно но делается это так значит есть команда плот которая собственно ли создает картинку и одновременно с этим что-то на ней рисует а если вы хотите к этой картинке что-то добавить то вам нужно использовать другие функции например я могу сделать так я могу значит у меня был плот и я могу добавить к ней скажем lines и допустим я нарисую график кубической параболы график и грех равняется x кубе но вот здесь видно что у меня размера оси оказались неправильными потому что они были взяты именно из параболы то есть ар подобрал размер осей под эту параболу и поэтому отрицательная область здесь вообще не включена но в принципе это можно было бы сделать можно было бы можно было бы например самого начала сказать что я хочу так вот это рисовать значит и параметр y-lim указывает в каких пределах должен меняться y давайте еще как-нибудь кин цвета сделаю повеселее не нравится метод зеленый вот допустим здесь пусть будет темно-зеленый а здесь пусть будет цвет стил блю ну вот так вроде же посимпатичнее собственно говоря как я понимаю вам в домашке нужно рисовать какие-то значит как-то там как как меняются с течением времени имеются котировки акций значит говоря для этого нужно использовать использовать какую-то функцию которую я уже забыл точнее библиотеку какую библиотеку вы используете как она называется квант мод точно да давайте я сейчас тоже все подключу напомните пожалуйста вот этот вот короче как выглядит ячейка до того что у вас сейчас на экране где вы икс задаете вот сек это штука которая генерирует последовательность значит я можно не по-разному делать но в том случае я говорю что начать отсюда закончить вот этим идти с таким-то шагом можно было бы наоборот задать не шаг а задать сколько элементов я хочу получиться для этого нужно было бы задать параметр land out то есть написать здесь например написать например land out равняется скажем 51 вот если я подключил библиотеку квант мод и давайте мы скачаем каких-нибудь скачаем каких-нибудь нет так не работает но что не символ как-то по-другому символс нет это графика не та библиотека значит вот смотрите если меня интересуют функции из конкретной библиотеки то я могу написать так и могу начать как бы написать имя этой библиотеки я даже могу его с помощью лавери не подключать в принципе если пишу название библиотеки потом ставлю два двоеточие то после этого я могу посмотреть на функции которые лежат именно в этой библиотеки нет символс да я уж понял что надо что-то такое написать про гет гет символс окей значит вот я загрузил загрузил две таблички значит если посмотреть на вот эту штуку которая у меня кстати загрузилась в принципе она выглядит как дата фрейм и можно обращаться например к каким-нибудь столбцам этой штуки как мы в дата фрейме обращаемся но на самом деле это не совсем дата фрейм если посмотреть на то кто это такое то здесь видно что у этого самого объекта гог значит что его классы как бы те типы к которым он относится здесь написано xts изо значит это библиотеки для того чтобы работать с временными рядами ну и в принципе эта штука это на самом деле такой формат для фактически здесь в этой табличке хранится несколько временных рядов идентификатором строчки является просто дата ну а дальше в столбцах написано какие-то 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 числа написано в столбцах вот и можно посмотреть допустим за конкретную дату или за конкретный месяц можно делать вот такие вот как бы срезы и соответственно если я попробую это делал нарисовать лучше просто плот ой интересно что это такое нарисовал ладно давайте я возьму и нарисую конкретной конкретную штуку вот например например столбец open ну вот он его нарисовал значит это за конкретный год но можно нарисовать закончить ну это даже конкретный месяц можно нарисовать допустим за 2007 год вот соответственно здесь видно что вот этот плот который сейчас мы используем это на самом деле не совсем тот плот который мы использовали вот здесь дело в том что в ар функции меняют свое поведение в зависимости от того какие аргументы вы им передаете то есть вот можно одной и той же функции плот скармливать объекты разные и получать поведение этого плота которое характерно конкретно для этого объекта в частности например как видите я сейчас этому плоту не передавал аргумент который касается иксов потому что он уже понимает что ему передали значит вот такую вот штуку а эта штука это такой это не просто вот эта штука это не вектор а это вот такой вот столбец у которого известны метки времени кстати интересно если я посмотрю на класс он небось тоже будет каким-нибудь ну да тот же самый все это как бы столбец в таблице где строчки пронумерованы моментами времени и функция плот ну там как бы написан уже код которая это дело правильным образом рисует но тем не менее если вы например хотите добавить к этому делу какую-нибудь еще картинку ну например я хочу добавить какую-нибудь линию кстати мне интересно как этот лайн сработает ладно давайте я добавлю картинку которая здесь было open а я возьму например давайте сделаем здесь high и low вот видно что нарисовано две значит две линии одна показывает не знаю вам виднее что не показывает но кажется high low это типа за этот день самая большая цена этой акции и самая маленькая правда давайте каких-нибудь цветов еще нарисуем почему-то люблю цвет стилу блю ну вот пожалуйста картинка на которую уже можно посмотреть вот мы можем не выводить каким-то образом вот первый график на котором который рисуется до добавления второго ну мы же потом lines рисуем и он типа как новый график делает по-моему первые просто совсем не рисовать черт его знает может и можем но я сходу не скажу как кажется что нет просто у нас вот задача с двумя графиками там нужно использовать метод charge series ну функцию там тоже самое там тоже добавляется линия как бы сверху и когда мы отключаем первый график вторая линия она не добавляется потому что он буквально рисует вторую линию на существующем графике ну да да нет понятно что да понятно что вот этот вот lines он говорит что вот то есть как бы график создается вот этой командой а вот эта команда дорисовывать на этом графике что-то другое вот но как сделать так чтобы этот график просто не отображался здесь я не знаю ну да еще можно зайти в настройщику вот там наверху и спрятать давайте попробуем так вопрос же не в настройщике и не в этой штуке типа если ты так сделаешь потом второй чанк создашь он второй чанк не нарисует график в чар-сирис по крайней мере здесь можно попробовать это я не знаю с плотом так работает в чар-сирис нет а ну вот что-то она мне не хочет у вас нет а он хайт имеется ввиду в рендере в pdf вот если так же сделать чар-сириас она не не слушайте про это я вам не подскажу честно говоря никогда не работал с чар-сириас и с этими штуками тоже не шибко подробно работал вот ну по крайней мере вот два графика как нарисовать по крайней мере это я умею а еще здесь может пригодится такая штука вот смотрите если я сейчас взял допустим я хочу взять какую-то конкретную конкретную дату и какой-то конкретную вот скажем 2007 0103 кстати вот интересно вот так сработает сработало да но вот если посмотреть на вот эту вот штуку то вот эта штука это не число это опять какой-то кусочек таблицы но вот я не знаю насколько это единственный правильный способ но если вы хотите ну как бы вот эта таблица один на один, но если вы хотите вытащить вот это число единственное из этой таблицы, то можно сделать вот так, asNumeric. Ну, а в дальнейшем все вроде как работает примерно так же, как мы обсуждали с DataFrame. Например, есть всякие… Ну, то есть, если вы будете… Допустим, я беру… Вот я взял stylebets.open, и, например, я его там могу разделить на 10, и вот просто у меня все эти числа разделились на 10. Вот. Вот чего я хотел вам сказать в преддверии вашей домашки по финансам. Значит, есть ли еще какие-то вопросы? Нужно ли еще что-то вам хорошо подсказать? Как отнормировать графики к чему-нибудь? Ну, мне кажется, что вот эти вот две штуки – это, мне кажется, достаточная подсказка. Ну, что значит отнормировать? Вы хотите просто умножить или поделить какой-то из временных рядов… Да-да, я не следил все. …на какую-то константу, так чтобы соотношение… Ну, так чтобы в какой-то фиксированной точке значения совпали. Ну, вот дальше можно вот этим способом это сделать. Вот, еще вопросы. Подскажите, где вообще брать информацию, потому что это такая очень локальная штука, и приходится просто какие-то рандомные формы читать по 10 штук подряд, чтобы научиться, как пользоваться этими функциями. То есть, может, есть какие-то более универсальные места. Я гуглю. Ну, то есть, например, для того, чтобы вспомнить, как сделать вот эту вот штуку, я тупо пошел гуглить и нашел какой-то… Ну, я нашел, кстати, какую-то книжку, которая мне понравилась, может быть. Может, она вам тоже понравится. Я не знаю, я из нее, правда, только одну страницу прочитал. Сейчас я найду ее. Ну, как бы, с моей точки зрения история примерно такая. Во-первых, вы знаете какие-то основы, а во-вторых, все остальное вы быстренько нагугливаете. Так. Ну, тут, конечно, скорее история про… Ну, тут про все. Короче, давайте я покажу, что я нагуглил недавно. Вдруг вам тоже понравится. Вот. Так, ну что, еще вопросы? Да, еще можно меня спрашивать, это тоже работает. Вы меня спросите, я нагуглю. Так, ну что, больше нет вопросов про R? Давайте тогда вернемся в питом. Так, тогда мне здесь нужно сделать Stop Share. Так. 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 Спасибо. Продолжаем. Значит, в прошлый раз мы обсуждали цикл for. Давайте, может быть, одну вещь про for, которая... А, нет, тут даже не одну. Может быть, я хочу несколько вещей сказать про for. Значит, первая вещь такая, что вы можете делать вложенные циклы. Собственно говоря, если вы делали домашку, то там есть задания, которые этого требуют. Но давайте, может быть, я в явной форме про это скажу. Допустим... Давайте что-нибудь сделаем. Что-нибудь сделаем такое. Значит, вот смотрите, что здесь происходит. Что произошло? Значит, у меня есть внешний цикл for. В нем x меняется от 1 до 9. И внутри этого цикла происходит следующее. Значит, вот у меня, допустим, x равен 1. Потом запускается вот этот цикл. Значит, этот цикл... В этом цикле y уже меняется. Но в данном случае, например, если x равен 1, то y меняется от 0 до, собственно говоря, 1. Единица не включается. Поэтому вот эта вот штука будет выполнена ровно один раз. И вот эта вот единичка, которую мы здесь видим. Дальше вот этот цикл выполнится полностью. И мы снова вернемся вот сюда, на верхнюю строчку. Теперь у меня x уже двойка. И так далее. Теперь у меня y меняется от 0 до 2. И вот я рисую здесь две двоечки. Собственно говоря, давайте я добавлю... Значит, вот если я хочу этот вывод сделать как-то более компактно, например, я не хочу переносить строку после каждого принта. Но для этого я могу сделать следующие вещи. Значит, дело в том, что у принта по умолчанию, вот когда я делаю, допустим, вот так, у меня каждое из слов hello evolved выведено на своей строчке. Дело в том, что print, он после каждой строчки сам добавляет символ, который называется символом переноса строки. Но его можно перепрограммировать и можно попросить не добавлять символ переноса строки или добавлять что-нибудь другое. Для этого ему надо передать вот такой вот опциональный аргумент. Аргументы можно передавать не только просто указывая их через запятую, но можно еще... У некоторых аргументов есть название. Но, в частности, вот здесь есть аргумент end, который по умолчанию, если посмотреть на справку, по умолчанию он равен как раз символу переноса строки. А если мы хотим сделать его другим, то нужно просто сказать, какой он должен быть. соответственно, например, вот здесь вот я могу сделать что-нибудь в таком роде. И теперь он мне все пишет в одну строчку. Что нужно сделать, если я хочу сделать так, чтобы каждый из чисел писалось все-таки на своей строчке? Что нужно добавить? Вот здесь он сейчас вообще никаких символов переноса строки не рисует. Ну, если отступу брать и написать print пустое и дальше end... Ну да, просто print пустое. Да, ну, собственно говоря, нам нужны переносы. Значит, нам нужно, чтобы после того, как пройдет вот этот for, чтобы был сделан перенос строки. Он делается просто пустым принтом, потому что по умолчанию print в конце пишет перенос строки. Ну, вот мы получили такую елочку. Заметьте, что важно, что вот эта штука идет именно с таким вот отступом. То есть блок, который относится к вот этому внутреннему for, это вот только вот этот print. А вот этот print, он относится к блоку, который относится вот к этому for. То есть вот этот вот print, он будет выполняться один раз для каждого из вот этих иксов. Для каждого из иксов из вот этого вот диапазона. Как убрать лишний перенос строки? У нас здесь, по-моему, нет никакого лишнего переноса строки. То, что у нас есть перенос строки после последней строчки, это как раз нормально. Вот. Если бы в начале было бы, ну, возможно, что нужно было бы изменить как-то логику программы. Возможно, нужно было бы написать какой-нибудь if, который бы не печатал бы пустую строчку там, где он ее печатает. Что-нибудь в этом роде. Ну, про if мы сейчас еще поговорим. Вот. Значит, про циклы. Давайте я еще несколько слов скажу про всякие разные конструкции, которые связаны с циклами. Вот смотрите. Допустим, мы хотим... Допустим, у нас есть какая-нибудь такая задача. Вот у нас есть какие-нибудь слова. Допустим, one, two, three. Список слов. One, two, three. И, допустим, мы хотим сделать... Допустим, мы хотим их напечатать. Напечатать мы хотим не только слово, но и его номер в этом списке. И как это можно сделать? Ну, есть такой способ, который приходит в голову всякому человеку, кто программировал не на Python, а на чем-нибудь другом. А именно способ такой. Делать цикл не по словам, а по их номерам. Что-нибудь в таком роде. For I. In. Range. LEN. Words. И дальше писать print. Words. Words. От I. Ну, хорошо, давайте я напишу номер и само слово. Вот так. Значит, так теоретически можно сделать, но у любого питаниста в этот момент идет... Идет кровь из глаз, и, в общем, это считается unPytonic. Так не делают. Дело в том, что в Python есть специальная конструкция, которая позволяет решить именно эту задачу. И эта конструкция, она выглядит таким образом. Давайте я снова сделаю этот самый words. И здесь сделаю так. Эффект тот же самый, как видите. Но как работает эта конструкция, это, на самом деле, интересный вопрос. Смотрите. Видно, что здесь я добавил, я теперь делаю перебор не по самим words, а по какой-то непонятной штыки, которая называется enumerate words. Но, в принципе, если так вот прочитать, что здесь написано, то должно быть примерно понятно, что происходит. Enumerate, в переводе с английского, это просто пронумеровать. То есть нам нужно пронумеровать слова, а потом вот их пронумерованными и рисовать вместе с их номерами. Давайте посмотрим, что делает функция enumerate. Ну, если я просто попробую посмотреть, что такое enumerate words, будет не очень понятно, он мне говорит просто, что это какой-то enumerate. Но если я превращу эту штуку в список, то результат будет гораздо более понятным. Но тут, на самом деле, появляется некоторый новый объект, с которым мы раньше не работали. А именно, видите, вот здесь такие вот круглые скобочки, и в этих круглых скобочках написано 0,1, 1,2, 2,3. Кто такие вот эти вот круглые скобочки, что такое вот этот 0,1? То есть если я посмотрю на тип вот этого объекта, видно, что тип tuple. Tuple по-русски обычно переводится как cortesh. Кортежами в питоне являются... Ну, кортежи в питоне – это такой тип данных, который, на самом деле, очень похож на список, за одним важным исключением. В отличие от списка, кортежи неизменяемы. То есть, например, вот если я сейчас создам здесь какой-нибудь кортеж, допустим, myTaple равняется в круглых скобках 0,5 hello. С одной стороны, эта штука ведет себя очень похожа на список. Например, я могу взять элемент tuple с заданным индексом, могу сделать цикл по этому tuple. Могу найти длину этого tuple. В общем, все такие привычные функции, которые работают со списком, и тут тоже работают. Разница становится видна, если я пытаюсь модифицировать содержимое этого tuple. Например, я хочу положить на первое место не 0, а число 100. И тут мне радостно сообщают, что, извините, но нельзя этого сделать. Cortes, в отличие от списков, являются неизменяемыми объектами, то есть так же, как и строчки. Например, у tuple еще нет метода append. Ну, неудивительно, если он неизменяемый, то к нему нельзя ничего приписать. Дальше может возникнуть вопрос, зачем вообще в программировании такое делать? Были у нас списки. У них было больше возможностей. Зачем нам нужно создавать какой-то другой, аж другой тип данных, который выглядит как список, но отличается только тем, что возможностей у него меньше? Казалось бы, мы хотим увеличивать свои возможности, а не уменьшать. Но вот оказывается, что это не так, и далеко не всегда мы хотим, чтобы объекты, с которыми мы работали, обладали бы большим количеством возможностей. Иногда бывает очень полезно иметь объекты, про которые мы гарантированно что-то знаем, для которых у нас есть какие-то гарантии. В частности, кортежи – это такие объекты, про которые мы точно знаем, что они не меняются. Если вы кортеж создали, то он таким и будет. Это, опять же, не значит, что нельзя поменять переменно. Вот, например, у меня была переменная myTable. Я могу теперь присвоить их какое-нибудь другое значение. Например, я могу взять и к этому таблу приконкатинировать чего-нибудь. Допустим, приконкатинировать другой табл, другой кортеж, допустим, 4.10. Значение переменной изменилось. Но при этом важно понимать, что вот тот объект, который мы вот здесь создали, он каким был, таким и остался. Теперь переменная myTable просто указывает на другой объект. Вот на такой. Ну, на самом деле, для нас это скорее… Такие различия, такие свойства объектов, как, например, неизменяемость, они хорошо себя проявляют, когда вы пишете какие-то сложные большие системы, и вам важно понимать, что у вас может происходить, а что не может происходить в разных элементах этой системы. Ну, для нас сейчас это не очень важное знание. Ну, нужно просто знать, что вот бывают таблы, и таблы неизменяемы. Просто в случае, если вы вдруг хотите его поменять, а он не поменяется, чтобы это не было для вас сюрприз. Если вы ужасно хотите, вот вам выдали какой-то табл, а вы ужасно хотите все-таки поменять в нем одно значение на другое, ну, всегда можно сделать это так. Можно превратить ваш табл в список, а после этого уже с новым объектом, со списком, вы можете делать, что хотите. Пожалуйста, поменяли. Можете даже потом этот список назад превратить в табл. Все возможно. И так, возвращаемся теперь к истории с enumerate. Что делает enumerate? Enumerate буквально нумерует элементы списка. То есть вот мы ему сейчас передали список words, one, two, three, и он нам выдал, ну, окей, он нам выдал какую-то непонятную штуку. Эта непонятная штука, на самом деле, называется итератором. Кто такие итераторы, это я попозже скажу. Давайте сейчас считать, что он возвращает какую-то магическую штуку, но чтобы ее, так сказать, размагичить, чтобы превратить ее во что-то понятное, проще всего просто преобразовать ее к типу list, и у нас получается список, который состоит из пар. Из таких двухэлементных кортежей. Первый элемент этого кортежа – это номер соответствующего элемента моего исходного списка, а второй элемент – это сам элемент этого списка. И это первый ингредиент, который срабатывает вот в этом синтаксисе с номерейтом. Второй ингредиент – вот такой. Если у нас есть какая-нибудь, допустим, у меня есть какой-нибудь списочек или кортеж, не суть важно, но давайте пусть будет списочек, чтобы вы не думали, что это что-то специфичное именно для кортежа. Вот, допустим, я сделал список, который состоит, ну пусть будет из трех элементов – 12, 45 и 123. И, допустим, я теперь хочу сделать такую вещь. Я хочу присвоить вот это число 12, присвоить одной переменной, вот это 45 присвоить другой переменной, вот это 123 присвоить третьей переменной. Я могу это сделать вот таким образом. Значит, вот у меня три переменные – first, second и third. И я просто пишу их слева через запятую, а справа пишу мой список из трех элементов. И происходит то, что называется списковым присваиванием или деструктурирующим присваиванием, что-то в этом роде. Вот такая штука. Это на самом деле бывает очень полезно, потому что вот представьте себе, что у меня, например, есть какая-то такая структура данных, допустим, которая хранит в себе информацию про студента. Скажем, у студента есть имя, фамилия и еще что-нибудь, конец оценка. Или смеет 4. Вот это такой на самом деле типичный пример такой записи в базе данных. И с одной стороны можно обращаться к элементам этой записи по номерам, но это не очень удобно, потому что нужно помнить, какой номер чему соответствует. А с другой стороны, вы можете просто деструктурировать этот трехэлементный кортеж. Допустим, вот так. И все, теперь у вас есть вполне понятное, как бы вы положили эти три значения в переменные с понятными именами. Кстати, если вы хотите, если у вас есть две переменные, и вам вдруг понадобилось поменять значение между этими двумя переменными, это такая традиционная программистская задача. Обычно для того, чтобы это сделать, нужно вводить новую переменную. В питоне это можно сделать вот так. Значит, написать a,b равняется b,a. Ну, почему это работает? Потому что справа вот эта штука, это на самом деле кортеж. То есть можно создавать кортежи с помощью круглых скобочек, но во многих контекстах можно не писать круглые скобочки, а просто написать несколько значений через запятую. И, соответственно, дальше каждый элемент этого кортежа складывается в соответствующую переменную. Ну, и вот так получается поменять их местами. Ну, ладно. Давайте вернемся к нашему циклу с enumerate. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Значит, enumerate это вот такая вот штука. Это как бы эта штука, которая прикидывается списком пар в каждой в каждой паре первый элемент это номер, второй элемент это значение из исходного списка. Теперь у меня внутри этого for видите, у меня как бы не одна переменная, а две переменные. Что должно, по идее, происходить? Ну, вот когда я первый раз пришел вот сюда, дошел до этой строчки for, у меня происходит следующее. Паре is the 5 word должен присвоиться первый элемент из вот этого вот списка. на первом элементе из вот этого списка является power 0,1. По только что обсужденному правилу про присваивание такое с деструктурированием происходит следующее. В i попадает 0, в word попадает 1. Это ровно то, что мы хотели. Мы получаем текущее слово и его номер. И вот этот код гораздо предпочтительнее, чем вот этот код, потому что он более понятный. Здесь сразу понятно, что происходит, и понятно, какова наша цель. Сразу понятно, что мы будем работать с отдельными элементами списка words, и нам нужны их номера. И код вот этот смотрится гораздо симпатичнее, чем вот этот. Где мы сначала вводим какую-то непонятную переменную i, смысл которой совершенно сходу не ясен, почему i меняется в range land words, что это вообще такое. Ну окей, можно догадаться. А потом мы должны еще и обращаться к отдельным словам, используя этот индекс, как бы держать в голове дополнительную какую-то сущность. Короче, пишите так. В большинстве случаев так писать симпатичнее. Бывают редкие ситуации, когда так писать тоже можно. Но редкие. Вот. Значит, есть ли какие-нибудь вопросы про вот эту штуку? Обычно возникают вопросы вот про вот эту вот штуку с вот таким вот деструктурирующим присваиванием. Ну-ка, задайте какой-нибудь вопрос. Вот с этим вот. Если не совпадут размеры, то не будет работать. Да, это именно тот самый вопрос, которого я ждал. Действительно, значит, если так оказалось, что у вас количество переменных слева не такого, как количество элементов в списке справа или в кортеже или еще в чем-нибудь, то вы получите сообщение об ошибке. либо вам скажут too many values to unpack, это означает, что справа элементов больше, чем слева, либо наоборот вам скажут not enough values to unpack. Да, значит, еще одно слово для вот этого присваивания в питоне – это unpack, распаковка. У вас как бы были какие-то данные запакованы в какую-то компактную конструкцию, и вы по одному эти данные из этой конструкции вытаскиваете. Каждый кладете в свою переменную. Вот. Окей. Давайте еще один пример покажу. Допустим, у нас есть студенты. Допустим, я просто студентов идентифицирую по именам, и есть их оценки. И лежат эти оценки в двух разных списках, точнее, студенты лежат в одном списке, а оценки в другом списке. Но и при этом мы считаем, что вот у нас есть, значит, у нас есть список студентов Элис, Боб, Клауди, у нас есть список оценок grades 4, 5, 3. И мы считаем, что первый элемент в списке оценок соответствует первому элементу в списке студентов и так далее. То есть, у Элис четверка, у Боба пятерка, у Клауди тройка. Как бы нам теперь напечатать, допустим, вот я про каждого студента, хочу напечатать его оценку. Как бы это сделать? То есть, нам нужно обращаться не к одному элементу, не к элементам одного списка, а одновременно как бы к элементам двух списков, которые связаны только с тем, что они имеют одинаковые индексы, одинаковые номера. Но тут хочется сказать, ну уж тут точно придется написать for i, in, range, lan и все такое прочее. Ну, вот неправда. Правильный питоновский способ это сделать такой. For student grade in zip student grades print допустим student grade Ну, вот мы получили оценку каждого студента. Давайте посмотрим, как работает zip. Опять, если я сделаю вот так, то я получу не очень информативное сообщение, что результаты выполнения функции zip student grades это какой-то непонятный zip. Но если я превращу его в список, чтобы посмотреть, что там внутри лежит, то в принципе можно было догадаться. Смотрите, что делает zip? Он из пары списков создает список пар. Ну, собственно говоря, почему zip? Потому что он как бы их вот так вот сцепляет друг с другом. У нас есть два списка, он их как-то вот так вот сцепляет. Но после этого вот этот вот синтаксис должен быть понятным. Значит, у нас каждый раз мы из вот этого zip выбираем один элемент, это пара, и первый элемент оказывается в первой переменной, в данном случае в student, а второй элемент доказывается в грейде. Вот это такой стандартный питоновский способ делать такие вещи, когда вам нужно делать перебор по нескольким спискам, так, чтобы номер элементов в списке сохранялся. вот. Есть ли вопросы? Напомните, пожалуйста, какой у нас красивый способ выводить список в виде самих элементов без всяких черточек и так далее, ну или просто через запятую. Честно, если просто написать students, то он выведется вот так, или что вы имеете в виду? Ну вот, без знаков припинания, чтобы только запятые были, не было апостов выпусковочек, там был какой-то. Ну, можно сделать вот так. Наверное, вы это имеете в виду, что-нибудь в таком роде. На это имею в виду. Можно сделать вот так, например, да? Вот. Хорошо. Ну и давайте я еще одну штуку сейчас вам покажу, раз мы про все это заговорили. Смотрите, вот допустим, у меня есть допустим, у меня есть такая задачка. У меня есть какой-нибудь список, состоящий из чисел. я хочу получить список, состоящий из квадратов этих чисел. Как вы станете это делать? Стандартный способ такой. Значит, мы создаем пустой список squares, потом мы перебираем списки, перебираем элементы списка numbers и для каждого элемента из этого списка добавляем squares его квадрат. Ну вот, получили список квадратов. Ну, на самом деле, вот эта вот конструкция, она, во-первых, очень популярна, а во-вторых, тратить три строчки для команды, которая сводится к тому, что просто нужно каждый элемент возвести в квадрат немножко напряженно. Поэтому в питоне есть специальный синтаксис, который это позволяет записать короче и понятнее. Он называется списковыми включениями или list comprehension по-английски, и выглядит он вот так. Значит, я в квадратных скобках пишу такую штуку. Значит, я пишу во-первых, ту операцию, которую мне нужно сделать, ну вот как здесь. Видите, вот этот вот number в квадрате соответствует этому number в квадрате. А дальше пишу для каких, для элементов, откуда это нужно сделать. For number in numbers. На самом деле, здесь есть просто взаимоднозначное соответствие. Значит, вот этот for соответствует вот этому for, вот этот numbers в квадрате, вот этот number в квадрате соответствует вот этому number в квадрате. Вот. И, в общем, вот эта штука, она на самом деле очень хорошо читается, потому что эта штука очень похожа на то, что у нас было в, значит, вот у нас часто были такие обозначения, типа вот такого. Значит, вот если бы я просто в математическом тексте хотел бы создать множество квадратов всех натуральных чисел, то я бы обозначил бы его так. Значит, в фигурной скобочке бы написал ben2, поставил бы палочку, написал бы, что n принадлежит n. И, в общем, это то же самое. Видно, что это просто вариация на тему того же самого синтаксиса, и смысл вот этой вот конструкции он мгновенно виден. вот эта штука называется list comprehension, и вообще она очень полезна. Давайте в качестве упражнения я предложу вам сделать такую вещь. задача. Значит, даны два списка век-1 и век-2, состоящие из чисел, списки равной длины. Хотим получить список век-сум, являющийся по элементной суммой век-1 и век-2. То есть у меня, допустим, век-1 пусть будет 10,20,30, век-2 пусть будет 0,10,3. И тогда я хочу, чтобы век-сум равнялся бы 10,30,34. Давайте посмотрим, как вот это сделать самым оптимальным и симпатичным способом. Давайте сделайте и пришлите мне в личку. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...